Ну что, друзья, сегодня первый день, когда мы открылись после нового года, после праздников, 4 число сегодня, 4 января, биржа открывается и накануне, ну, все ожидали, что будет падение, многие вышли, в общем-то, в кэш, многие покупали доллары, но у меня принцип такой, ничего не продавать, и я ему следую. Но накануне пришла новость о том, что норвежская компания отказывается сертифицировать газопровод «Северный поток-2», и, ну, понятно, что эта новость должна обвалить акции «Газпрома». Что произошло, давайте посмотрим. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, сегодня первый день рабочей биржи, и я смотрю, значит, ну, с утра, перед началом торгов, опять же, в чате вот скидываю. Ну, вот тут пишет Дмитрий, похоже, гопанем вверх. Ну, почему, что значит гопанем вверх? Значит, ну, вверх поднимется индексы все, потому что, ну, вроде бы все неплохо, за исключением «Газпрома». Ну, то есть, как бы, все хорошо, казалось бы. Вот, похоже, гопанем вверх. Ну, я ему, так сказать, говорю, да, в общем, на азиатских биржах S&P 500 плюс 0,72, бренд плюс 2,11%. Вот, посмотрите, я скидываю, опять же, в чат скан из TradingView. Посмотрите, нефть выросла на 2,17%, это хорошо для российского рынка. Индекс S&P 500 вырос на 0,72, но это азиатские биржи, еще только. Это Гонконг, Сингапур, Токио. Вот, ну, как бы, там они, S&P 500, не очень-то и торгуются, но все равно позитив. И золото тоже на 1,42% выросло. Ну, я думаю, что если с нефтью все хорошо, то, в общем-то, действительно, индекс РТС, которым я как раз торгую на опционных стратегиях, должен все-таки рвануть вверх. Да и все должно рвануть вверх, кроме «Газпрома». Ну, у нас такое хорошее настроение, но «Газпром», посмотрите, на новостях должен упасть. Вот, посмотрите, вот к началу торгов «Газпром» у нас закрылся, какого числа там, ну, последний день, 28-го, наверное, 12-го, вот он закрылся, и на таком уровне 213.05. И непосредственно перед открытием биржи я смотрю, ну, действительно, значит, смотрите, ну, 211.98 – это примерно вот здесь вот люди пытаются продать 5500 «Газпрома». 5500, однако. Вот, теперь дальше. Это аукцион перед открытием. Еще 200 лотов на 211.25, еще 211, фактически, еще 315 лотов, потом 5, и самая нижняя цена 59 лотов. Это вот где-то там внизу по цене 205.55, понимаете? То есть люди ожидают вот резкого гэпа вниз по «Газпрому». Оно и как бы объяснимо, потому что беда с «Северным потоком-2», и еще одна компания отказалась сертифицировать, а без сертификации трубы класс нельзя, поэтому надо опять подбирать компанию, которая будет сертифицировать. Вот, ну, вроде все остальное должно рвануть. Я просто решил посмотреть, что же будет после открытия. И вот он, следующий слайд, после открытия, моментально. Вот он был здесь, рванул вверх, понимаете? Все вот эти вот заявки на продажу выкупили за секунду. И он уже торгуется на 213.67. Был 213.213.67. Вопреки ожиданиям, «Газпром» вырос. Так что, друзья мои, без паники, спокойно. Не надо дергаться, не надо вот эти вот паники какие-то. Я, на самом деле, я грешным делом подумал, думаю, ну, действительно, может быть, будет падать. Может и продать его, а потом докупить, потому что, ну, у меня доля «Газпрома» достаточно большая. Вот он «Газпром». Посмотрите, сегодня, вот сегодня четвертое число. Вот я показывал график. Он рванул вверх, а потом стал подниматься, подниматься, подниматься. Ну, потом опустился. То есть, в принципе, движение нейтральное. Он ничего не заметил. И что было дергаться? Я вот, у меня было 60 акций «Газпрома», так они и остались. Это немного, но в процентном соотношении у меня «Газпрома» 3,35% от портфеля. Не так уж и мало, но следующий «ГМК Норникель» в два раза больше. Следующий «АФК» система еще немножечко побольше, но она выросла сильно. «Полюс» золота еще больше, но это облигации, их можно вообще не смотреть. Вот. Ну, собственно, после облигации у меня, смотрите, «Полюс», системы «ГМК Норникель» и «Газпром». Не дергался вообще. Единственное, что накануне я получил дивидендов, там, ну, что-то у меня там около 6 тысяч было. В основном это был купон от «РУС-28», там 65 или 67 долларов. Вот. А, 67 долларов, он был в долларах. Остальное, были там какие-то купоны от «Лукойла», были купоны от «ГМК Норникеля», были еще от кого-то дивиденды, поступили. Ну, короче говоря, у меня было вот здесь вот тысяч шесть. Вот. И я решил, самые нижние у меня, которых совсем-совсем мало, доля инвестиций, я купил сначала «Обувь России» немножечко. Вот здесь купил «Обувь России», это очень небольшая компания, мне она нравится, во-первых. Вторых, потребительские товары, ну, там не только обувь, они развивают сейчас интернет, торговлю через онлайн, они сопутствующие, спортивные товары, одежду. Ну, в общем, интересная компания, долгов у них мало, мне нравится, она динамично развивается, я ее решил докупить. Вот. И докупил, у меня было 30 акций, стало 60, нет, даже больше. Было 20, я еще 40 докупил, то есть у меня был совсем маленький пакет, ну, сейчас почти полпроцента от портфеля этот пакет составляет. Они у меня давно куплены, продавать тоже не собираюсь. И еще я докупил FXVO на 1000 рублей, теперь у меня ETF-а два. Ну, в принципе, FXRV и FXVO, в принципе, это одно и то же, абсолютно. Ну, у меня примерно 1000 была вложена вот в этот, в FXRV, ну, и примерно 1000 я вложил в FXVO, то есть у меня в районе 2000, вот в эти два ETF-а. Они отличаются, да практически ничем не отличаются, один в валюте, другой в рублях котируется, но и тот, и другой покупается за рубли. Вот. FXRV больше привязан к рублю, чем FXVO, вот так вот. Ну, в общем, хрен редкий, не слаще. Вот, собственно говоря, такие новости. Что я хочу сказать, какая мораль? Мораль простая. Не надо дергаться. И прибыль, которую я получил, я ее реинвестировал, сейчас у меня еще остались свободны 4000 рублей. Вот эти доллары, которые были, 67 долларов, которые я получил в качестве купона от России 28, я перевел вот сюда. Здесь было что-то 3 доллара, плюс 67 стало 70 долларов. Куда их вложить, я еще не решил. Я думаю, что это будут какие-то акции китайских компаний. Я пока подбираю, еще не знаю, что я докуплю. Вот. Выводить я тут ничего не собирался. Ну, и давайте уже посмотрим, что у нас с индексом РТС. Индекс РТС сегодня ожидаемо рванул вверх. Вот. И я построил тут свою любимую конструкцию, которая называется шляпа. Ну, потому что она напоминает шляпу. На самом деле это кондор проданный. Он у меня лучше всего работает. Вот. Ну, я его немножечко тут модифицировал. И у него срок экспирации вот здесь вот 6 числа, то есть послезавтра. Если он продержится вот в этом диапазоне, вот в этом диапазоне, то я получу очень даже неплохую прибыль. Ну, здесь у меня 30 тысяч рублей вложено. И я получу 3 тысячи тогда. Ну, это в районе 10% за несколько дней. Буквально это очень-очень хорошо. Почему у меня здесь 30 тысяч рублей? Потому что у меня было накануне вложено 29 тысяч. И там, что произошло накануне? Ну, а накануне у меня... Вот здесь вот индекс РТС грохнулся вниз. И у меня так... Хорошо. Вырос там что-то процентов на 30 или на 40, а потом он еще грохнулся вниз. Короче говоря, здесь у меня вот было 29 тысяч, здесь стало 64 тысячи. 35 тысячи. Ну, а потом еще немножечко добавилось. И я просто взял прибыль 35 тысяч, вывел отсюда. То есть вот здесь вот я заработал 35 тысяч рублей. Я их вывел на фондовый рынок для покупки акций. То есть я там сбалансировал его. У меня там был кредит. Вот, и собственно говоря, те же самые 30 тысяч осталось, а 35 вывел. Вот, ну сейчас вот видите, вот в этом диапазоне останется, если, то, в общем, еще будет плюсик, там, 2 с лишним тысячи. Ну и нормально. То есть смотрите, у меня в акциях 300 с лишним тысяч. 10% от этой суммы у меня. На срочном рынке. Ну и на СПБ сколько тут? 3 тысячи там. Ну, на самом деле здесь 3 тысячи 700 или 800 долларов. То есть, ну, тоже в районе 300 тысяч. Все сбалансировано, все нормально. На самом деле есть перекос небольшой в сторону валютных активов, но не такой большой. Вот, собственно говоря, и 5% от всего портфеля на срочном рынке для хеджирования. Такая структура. Ну, мораль какая? Инвестируйте надолго. Не дергайтесь. Не продавайте акции. Если хотите спекулировать, спекулируйте на срочном рынке, но при этом не больше 10% от вашего портфеля. Сейчас, в общем-то, никаких событий не должно произойти, поэтому у меня там вот 5% от портфеля и резких движений до 20 января я не ожидаю. После 20, ну, может начаться коррекция. Там я, возможно, увеличу. Если пойдет коррекция, я увеличу вложение на срочном рынке и поставлю отрицательную дельту, если кто понимает, о чем речь. На сегодня все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. Лайк. Подписка. До встречи. С вами был Демитрович Юрий. Продолжение следует...